Здравствуйте, это программа «Фокусе событий». Меня зовут Анатолий Никитин. Татарстан занял третье место. В принципе, довольно привычное явление. Не в том плане, что республика до первых-вторых строчек не дотягивает, а в смысле, что регион, наоборот, регулярно попадает во всевозможные топы и занимает позиции на верхних строчках. На этот раз третье место – это позиция Татарстана в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2023 года. Рейтинг публикует РИА новости, и он составлен на основе анализа ключевых показателей, среди которых объем производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, численность занятых в экономике, уровень безработицы и так далее. В общем, по совокупности этих и других показателей Татарстан и оказался на третьем месте. А кто нас обошел? На первых двух строчках Москва и Санкт-Петербург. У столицы 94,399 балла, у северной столицы 89,25 балла, у Татарстана 82,972 балла. Республика улучшила свой показатель на 2,64 балла в сравнении с итогами 2022 года, но место осталось тоже. Третье. Стабильность признак класса, социально-экономического класса. Правда, там уже вплотную к тройке лидеров Ханты-Мансийский автономный округ подбирается. Год назад он отставал от Татарстана на 5 баллов, а сейчас разрыв от третьей строчки составляет всего около 7 десятых. Ну и давайте тогда уж посмотрим, кто еще расположился в верхней части рейтинга. В топ-10 также вошли Московская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Ленинградская область и еще один край Красноярский. Добавим, что все эти же регионы были в первой десятке рейтинга и год назад. Эксперты отмечают, что почти у всех регионов из другой десятки замыкающий, а здесь Чеченская республика, республика Северной Осетии Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Чукотский автономный округ и другие. Так вот, почти у всех из них интегральный рейтинговый балл вырос, что по мнению аналитиков свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации. Это мы говорили про рейтинг, который был составлен по итогам 2023 года, но у нас сейчас 2024. Да, итоги подводить, конечно, рано, да из чего бы вдруг год-то еще продолжается, но данные, например, за первые четыре месяца изучить можно. Тем более, что их как раз недавно опубликовал Татарстанстат в рамках доклада о социально-экономическом положении республики Татарстан. И в нем, например, говорится, что индекс промышленного производства в регионе за первые четыре месяца 2024 года вырос на 1,8% в сравнении с тем же временным периодом 2023. Объем работ, выполненных по виду деятельности строительства, в денежном выражении, вырос в январе-апреле текущего года на 22,9%, опять же в сравнении с тем же временным периодом 2023. Но, может быть, рядовому обывателю эти цифры и объемы не особо что-то говорят. Поэтому вот есть еще, например, информация об индексе потребительских цен. Здесь рост составил примерно 7,5%, согласно докладу от Татарстанстата о социально-экономическом положении республики Татарстан. Напомним, что чуть более месяца назад в России был опубликован список самых сильных регионов в плане социально-экономического развития. В него вошли 35 субъектов, а подготовил его Фонд развития гражданского общества. Для разработки рейтинга фонд использовал данные по девяти социальным и экономическим показателям. По ним же и были выставлены оценки субъектам. Среди этих показателей уровень средней заработной платы, прожиточный минимум, суммы уплаченных налогов, показатель промышленного производства и так далее. В том рейтинге Татарстан занял место во второй десятке, а конкретно разместился на 18-й строчке. Самым социально-экономически сильным регионом тогда оказалась Москва. Далее в тройке лидеров Ханты-Мансийский автономный округ и Санкт-Петербург. Знакомые все лица. Тут югра Татарстана обошла, но зато, как мы помним, в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2023 года, наш регион своих позиций в тройке лидеров не сдает. Может и в других за высокие места поборется. Это была программа «Фокусе событий». Смотрите нас и будете в курсе того, что действительно интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова